Продолжение следует... Продолжение следует... Долларовый ручеек, но для этого и строили, ведь они знали, что грунты внизу в этом месте не выдерживают, что сваи-то проседают бесконечно. Девятое. 9 февраля 2019 года. Сегодня на обозревателе вышла статья «Зачем Украина следит за Крымским мостом?» Обрушение Крымского моста вызовет гуманитарную и экологическую катастрофу в Азовском море. Только по этой причине Украина продолжает мониторить состояние этого объекта. Но вообще, конечно, Крымский мост – это прежде всего шлагбаум, который перекрывает вход в Азовское море. И мы с вами уже наблюдали, когда украинские суда пытались пройти в Азовское море, но тут под Крымским мостом, как раз от перекрытия до перекрытия, между этими столбами, сваями становятся суда, сухогрузы, и никто не может пройти. Это и есть шлагбаум. Такой вот природный. Итак, об этом в эфире обозреватель ТВ заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, падение моста грозит замкнуть Азовское море, что он нанесет существенный удар по экологии акватории. Но действительно, если Крымский мост рухнет, то суда ходить больше не будут. Это тоже нужно понимать. Какие могут быть экологические и экономические последствия, сейчас даже спрогнозировать сложно. Ведь пока неизвестно, где именно он завалится, останется ли судоходство или нет, в каком состоянии ли доход будет в тот или иной момент. Только понимание этого останавливает меня от того, чтобы с щенячьим восторгом наблюдать, как это все падает. Заверил Тука. Мы пока не знаем, о чем он говорит. Может быть, у него больше информации по вопросу Крымского моста. Он добавил, что несмотря на громкие заявления Кремля, на самом деле в Российской Федерации старательно следят за результатами украинских мониторингов. Одни мониторят, другие следят, одни следят за одними, другие следят за этими. И вот так вот вся наша такая политика, глупейшая политика. Они бы следили за тем, чтобы дети хорошо кушали, чтобы старики богато жили. А здесь какая-то ерунда получается. И даже реагируют на тревожные сообщения из Киева. Это Москва реагирует. Ну как она может реагировать? На какие тревожные сообщения? Они совместно, совместными усилиями, рука об руку делают политику. Киев с Москвой. Но, видите, народ почему-то думает, что они не дружат друг с другом. Что они, наоборот, в контрреволюционном противостоянии состоят. Нет, конечно, они дружат. И они делают совместную политику Кремль и Киев. Они вместе идут по жизни. Ну а то, что говорят политики, да забудьте вы на это. Плюньте, как сказал Остал Бендер. Как? Да вот так плюнуть и растереть. Читайте Булгакова. Это «12 стульев». Про Остал Бендер и я не ошибаюсь, да. Именно Булгаков, Михаил Булгаков написал «12 стульев» и «Золотой теленок». Конечно же он. Читайте больше литературы, и вы поймете, что никакой не Ильфа и Петров. И об этом мы тоже с вами можем поговорить. Если вы захотите разобрать подробнее этот вопрос, тогда я вас жду на своих конференциях, которые провожу. Ну, не хотите на конференции, тогда идите на канал «Флейта Суфи». И там мы тоже будем постепенно, не сразу, но разбирать такие вопросы. Итак, когда мы опубликовали информацию о проседании Крымского моста с одной стороны, а с другой стороны поднятие арки, то наши российские визави начали сразу. Хохляцкий трэш, фуфлометы и тому подобное. Вы знаете, наши так очень смачно. Да, и с той, и с другой стороны все очень смачно. Любят поругаться. А на третий день в Керчи высадилась группа российских ученых, проектировщиков этого моста. Несколько десятков человек немедленно начали работать, чтобы выяснить, что же делать, заявил чиновник. Поэтому мы наблюдаем не только за состоянием моста, но и за реакцией другой стороны. Если бы тут не было гуманитарной и экологической угрозы, то я бы хлопал в ладоши, пока у них бы по всей России мосты валились каждый день. Подчеркнул тука. Вот видите, здесь такое какое-то некорректное на самом деле высказывание. Ну, так сегодня ведут себя политики. Они какие-то такие очень легковесные стали. Марионетки в руках больших политиков. Хотя те тоже марионетки в руках следующих, те, кто стоит над ними. Но вот так, чем ниже, тем легковеснее фигура. Поэтому и рассуждения такие несерьезные, на мой взгляд. И как сообщал обозреватель, по Крымскому мосту в очередной раз отложили запуск железнодорожного сообщения из-за того, что современные технологии оказались слишком сложными для российских строителей. Так, по прогнозам, на мост придется выделить еще около 44 миллионов долларов. Ранее Крымскому мосту предрекли фатальное будущее, отмечая, что россияне будут вынуждены постоянно тратиться на ремонт Крымского моста из-за мягких грунтов в регионе. Ну, так это же прекрасно. Вы представляете, сколько денег будет идти год за годом, ежегодно, если будут выделять по 44 миллиона, а то и по более того. Представляете, какие заработки из воздуха будут тянуть эти самые крымские строители. И о Ротенберге, конечно, это же им в карман будут поступать деньги, а они уже будут выделять не 44 миллиона, а 44 копейки для того, чтобы подправить этот мост. А следующий год потянет еще более дорогостоящий ремонт. И так это как круговая порука, оно так и будет длиться постоянно, зато и постоянные заработки никогда не иссякнет этот золотой ручеек денег, долларовый ручеек. Но для этого и строили, ведь они знали, что грунты внизу в этом месте не выдерживают, что сваи-то проседают бесконечно. И вообще Крым, особенно на побережье, он ведь весь ползет. Точно так же и Коктебель у нас ползет. И за мной, за моим домом, дом у меня на улице Жуковского, 53 в Коктебеле, из Долинного переулка тоже, если вы будете гулять по Коктебелю, посмотрите мои ворота, огромные ворота и 4-метровый забор, который сейчас занят рейдерским захватом. Менты делали рейдерский захват, переодевшись, конечно, в бандитов. И дом-то сегодня тоже под бандитами. Они все ждут, когда я успокоюсь, чтобы продать мой дом. Ну и разделить, конечно, между собой денег. Это у нас экс-премьер Крыма тоже, наверное, хочет оттяпать себе от моего дома миллиончик. Нет, не дождешься ты, Толик. Ничего, Толик, сиди на попе смирно и жди своей участи. Скоро. Итак, я Таня Карацуба, Сеидбурган. Скоро и за ним придут люди в погонах, несмотря на то, что он купил себе индульгенцию. Помогайте каналу, потому что мой канал рассказывает вам такие новости, которые никто в интернете не говорит, даже если я вам не нравлюсь по каким-то завистливым причинам. Однако же все равно мои речи никто еще не переплюнул. Надо сказать так. Так что слушайте меня и помогайте каналу.